Есть такие животные, само существование которых противоречит закону о выживании сильнейшего или самоприспособленного, ведь выживают даже те, кто, казалось бы, просто бесполезен и никчемен. Если сравнивать природу со школой, то не нужно быть круглым отличником все время, нужно просто успеть передать свое ДНК, прежде чем скачешься до двоек и троек. И некоторые животные в этом огромном классе это настоящие тормозы. Например, это гепарды, рыжие пасынки кошачьих, ленивцы, легкая добыча с бесполезными когтями, и коалы, которых некоторые путают с фруктами из-за их одинакового уровня интеллекта. Ну и само собой, многие также согласятся, что панды просто ужасающе плохи во всем пандовском. И нам нужно перестать оберегать этого монохромного Винни-Пуха от того, что природа пытается с ним сделать. Но так ли плохи панды? Стоит ли булить этого черно-белого медведя? Или на самом деле панды это сверхразумы, которые по полной извлекают выгоду из тех немногочисленных привилегий, что дала им природа? И чтобы с этим разобраться, перво-наперво нужно в принципе понять, почему многие наезжают на панд, и почему все эти попытки агрессировать практически беспочвены. Выход данного ролика стал возможен благодаря проекту DenetStorage, а также другим платным подписчикам, которые покупают платную подписку на ютубе, бусти, спонсоре или патреоне. Спасибо. Вы, наверное, знаете, что первая проблема панд это бамбук. 99% того, что поглощает этот гигантский хомяк, это бамбук. И как и у коал, проблема заключается в том, что все питание животного строится вокруг чего-то настолько непитательного, и пандам приходится по 16 часов в сутки жевать то, что они смогут усвоить всего лишь на 17%, отчего энергичными их явно не назовешь. Чтобы справляться с таким жестким дефицитом, панды уменьшили все свои органы, и, как можно догадаться, это коснулось и мозга, и кое-чего еще, но об этом чуть позже. Да, то, что они так подсели на бамбук, сильно повлияло на их интеллект. И многие из вас могут задаться вопросом, а почему тогда эти мешки просто не впадают в спячку, ведь это буквально самый энергосберегающий режим? Ну, во-первых, медведи и так энергосберегающие. А во-вторых, даже если панда попробует, если она будет трескать бамбук, как лабораторная собака в Веганском университете, панда все равно чисто физически не сможет набрать столько жирового слоя, чтобы проспать несколько месяцев и при этом не подохнуть с голоду. И, если честно, проблемы с питанием это не самая страшная беда панд. Ведь если бы вся проблема была только в бамбуке, то панды не были так плохи в выживании. В целом, у животных есть две основные цели – поесть и размножиться. И если с питанием панды худо-бедно справляются, то вот демографические проблемы они явно не вывозят. Панды абсурдно плохи в том, чтобы делать новых панд, а их фертильное окно скорее похоже на трещину в стекле. Самки панд овулируют от одного до трех дней за целый год. То есть, чтобы вы лучше понимали, у не таких уж похотливых самцов панд есть всего лишь от 24 до 72 часов в год на то, чтобы успеть зайти на пандовский тиндер, найти там симпотную панду, познакомиться и попытаться передать свои гены, тем самым прожив жизнь не зря. А если эти 72 часа упущены, то придется самцу подождать каких-то 8760 часов, прежде чем можно попробовать снова. А еще из-за их бамбуковой диеты они спят, едят и общаются как типичные двачеры, а значит найти потенциального партнера им практически невозможно. И даже если самцу удается разыскать самку, он может просто прошляпить момент, ведь эти джентльмены просто не понимают намеков, прям как я. До них очень медленно доходит инфа, что самка хочет спариваться, а ведь у них в запасе всего несколько часов, и это означает, что весьма велика вероятность, что болт в этом году положат только на вероятность размножения. И если вдруг произойдет настоящее чудо, и самец все-таки вдуплит, что самка не просто так к нему ластится, то это все равно не гарантирует, что на свет появится новая панда, ведь самцы панд настолько плохи в продолжении рода, что это даже вызывает восхищение. У них непропорционально крохотный пенис, так что их сношение похоже на попытку вставить 5-мм USB к порту сзади системного блока, напялив при этом на руку тяжеленную гирю, и большими пальцами пользоваться нельзя. И природе показалось всего этого мало, и она напрочь обделила этих мега-енотов брачными ритуалами, что и привело этих мишек Орео туда, где они пребывают по сей день. И в итоге панды в неволе почти не интересуются размножением, хотя это буквально единственное их дело, и исследователи даже показывают им видео спаривания других панд. Помимо извлечения этих роликов самых глубин портхаба, исследователи дают им Виагру, хотя, чтобы понять, подействовала ли она, по-прежнему нужна лупа. И хотя многие панды все еще вверяют дело продолжения их рода к Господу Богу, колесо Сансары продолжает каким-то образом крутиться, и новые панды каким-то образом все равно появляются на свет. И вроде бы, ну окей, шатка-валка, но дело идет, все не так плохо. Но при этом панды худшие родители в мире. Вы могли слышать о том, что если у панды родилась двойня, то одного можно сразу списывать со счетов, ведь гарантированные потери среди потомства у панд 50%. Хуже дела обстоят только у гризли, который намеренно оставляет только одного, бросая всех остальных, сколько бы их не было, возлагая все свои надежды на избранного. И при всем этом, выжившему детенышу панды жизнь медом не покажется, ведь эти зебрамишки имеют самое высокое соотношение размеров мать-дитя среди млекопитающих. Люди примерно в 20 раз крупнее своих детей, слоны в 45 раз, но мама панда крупнее своего детеныша в 900 раз. И так как у них нет кармана или сумки, куда можно припрятать малыша, детеныш рискует быть превращенным в лепешку своей собственной рассеянной мамашей. И это еще один способ, которым щедрая природа обрекла панду на неудачу. И ведь их даже приручить нельзя, ведь бамбукоед это по-прежнему медведь, а медведь это медведь. Пусть это и паршивая овса в брутальном братстве медведей, он все равно может запросто заломать любого человека. А единственный плюс от постоянного жевания бамбука это сила укуса, сравнимая с крупными кошками типа льва. И вот вам еще один факт. Низкокалорийная диета с большим содержанием клетчатки означает, что эта бамбуко-перерабатывающая самоходная установка под названием панда может ходить в туалет до 40 раз в день. И, конечно же, живя в холодных предгорьях Азии, панды быстро выяснили, что можно согреться, попросту катаясь на земле и покрываясь свежим навозом. Так что, если вы хотите себе домой вечно жрущее, гадящее, воняющее и несамостоятельное существо, то заведите лучше детей. Потому что, как и в случае с копибарой, о которой мы говорили в одном из прошлых роликов, материнский капитал вы получите только в одном случае. На самом деле, содержание панд обходится в миллионы долларов. По большей части потому, что правительство Китая сдаёт панд в аренду с платой примерно в миллион долларов в год. А если одна из этих панд забеременеет, оно вернёт вам плату за медвежонка. Это примерно 400 тысяч. Именно поэтому не так много зоопарков содержит медведей, жирующих бамбук. Одним из таких зоопарков когда-то был Сан-Диего. И я говорю был, потому что аренда панд, кроме прибыли, даёт Китаю рычаги давления. Это не политический канал, я надеюсь, он никогда таким не станет. Я просто перечисляю факты. В 2019 году Трамп мог разжечь торговую войну с Китаем, а мог и не разжечь. Но в мае 2019-го панда-мать и панда-сын были отозваны из Сан-Диего и отправлены назад в Китай. Вы можете сказать, что эти два события вполне могут быть не связаны между собой. Просто, например, срок аренды закончился. Но десятию годами ранее, в 2009-м году, панда была точно так же депортирована после встречи Обамы с Далай-Ламой, который напрямую связан с Китаем. Так что я выдвигаю теорию, что Китай использует панд в дипломатических целях и иногда в качестве мелкого наказания. Конечно, это не вина панд, но в их пользу это тоже не засчитывается. И, кстати, я до сих пор не упомянул, что панда на самом деле не панда. Когда зоолог Фредерик Кувьер впервые использовал слово панда в 1825-м году, он описывал красношерстного енота, которого мы сегодня называем красной пандой. А вот пушистая, сухопутная косатка, которую мы называем гигантской пандой, была так названа гораздо позже, и она получила свое название только потому, что в то время думали, что они с красной пандой родственники, что вообще не так. И это означает, что эта меланхоличная зебрамишка даже не настоящая панда. И то, что в выдаче гугла по запросу панда выпадает черно-белая морда, а не живое воплощение мастера Шифу, это еще одна жестокая несправедливость природы. Короче говоря, проблем у панд полно. И не сложно согласиться с тем, что их главное и, возможно, единственное достоинство это их невероятное везение. Эти ленивые, енотоподобные мишки больше всех прочих животных пользуются своей привлекательной внешностью. Это единственные существа на Земле, у которых есть одновременно и белые, и черные привилегии, потому-то панду и сделали символом Всемирного фонда дикой природы. Забавно, что использование маскотов в световой гамме фильмов 40-х годов экономит довольно много денег и чернил. И я даже не шучу, они бы просто разорились, если бы им пришлось использовать черно-желтый или черно-коричневый талисман. И в итоге, возвращаясь к вопросу из начала этого видео, многие сходятся во мнении, что панды настолько плохи в пандовских делах, что нам следовало бы просто дать этому китайскому наследию просто кануть в лету, как и было задумано природой. Но реально ли все так? Или мы все это время просто поливали гигантских панд грязью? Итак, это особый вид, питающийся бамбуком. С таким особенным рационом животное может занять нишу, в которую никто другой и не целит. Но это также означает, что они не могут адаптироваться к изменениям. И достаточно всего паре вещей измениться, чтобы панда попала в китайскую вальгаллу. Обладание весьма специфическим набором навыков и умений может пригодиться, если вы Лиам Нисон. Но для биологического вида это губительно. Но как бы то ни было, одними из самых крупных и устрашающих наземных животных на планете являются узкоспециализированные виды. Белые медведи почти постоянно охотятся среди морских льдов. И если окружающая среда изменится, они исчезнут. Но почему-то при этом к белому медведю у нас нет никаких вопросов. Хотя он также зависит ото льда, как и панда от бамбука. Тем более, что возможно, именно изменение окружающей среды когда-то повлияло и на панд. Видите ли, их диета раньше была разнообразнее, но из-за того, что вокруг было много бамбука, который никто больше не ел, они почти полностью заместили им свой рацион. А еще оказалось, что в бамбуке полно белка и мало углеводов. Так что, несмотря на то, что они похожи на парней, которые в ресторане заказывают веганский бургер, относительное потребление белка у них на уровне волков. И если верить исследованиям, летом и весной они предпочитают питаться богатыми белком-побегами, растущими на возвышенностях. А осенью и зимой спускаются в долины и поедают там листья, богатые витамином С и корней бамбука. И год за годом они бродят с горы и в долину и назад. Это явно шло им на пользу, ведь так они вели себя тысячи лет. Их рецепторы вкуса атрофировались и они даже отрастили себе ложный палец, чтобы удобнее было держать стебель бамбука. Все было налажено, все работало. И проблема в том, что изменяя среду, в которой вид жил и формировался тысячи лет, вы меняете и рацион вида и в результате панд стало меньше. Мы любим говорить, что панды вымирают, но сокращая их ареал обитания, как сокращается количество волос у старика, мы ничуть не облегчаем жизнь этим мишкам. К тому же мнение, что панды плохи в размножении, может оказаться фейком, ведь их уровень либиды на самом деле не сильно ниже, чем у американских черных медведей, а с этими ребятами все в порядке. Все, что я ранее сказал о пандах, по большему счету относится к тем пандам, которые живут в неволе, особенно к самкам. Да, у них узкое фертильное окно, но в дикой природе к моменту овуляции самцы панд проходит отбор. Они борются за самку неделю и более, и по последним исследованиям вполне может быть, что этот процесс и вызывает овуляцию. Вообще, мне кажется, довольно сложно спариваться в зоопарке на глазах у бесконечного потока людей. Может быть, именно неволя и вправду является главной причиной фрегидности панд. Да вы и сами бы наверняка целомудренно лежали под одеялом со своим партнером в первую брачную ночь, если бы у ваших окон столпилась целая ватага каких-то незнакомцев. И ничто не проиллюстрирует это лучше, чем тот факт, что в зоопарке Гонконга 10 лет пытались свести двух панд. И только после того, как некий неизвестный вирус закрыл зоопарк для публики, панды взялись за дело с неистовым энтузиазмом. 10 лет они были просто соседями, и пара месяцев уединения разожгла в них страсть. Несмотря на слухи, панды еще не вымирают. Осталось еще около 2000 особей. И по сути, это проблема. Их вычеркнули из списка исчезающих видов, но усилия к их сохранению по-прежнему прилагают только потому, что они милые. Задумайтесь на секунду. У них большие глаза, высокие лбы, коренастая телосложение. Если бы они не напоминали нам младенцев, мы бы, наверное, вообще не парились. Например, во всем мире осталось около 400 представителей рыбы-капли, но никто об этом не кричит на каждом углу, потому что никто не купит своему ребенку игрушку в виде зародыша рыбы. И никто не говорит о животных, без которых рухнут целые экосистемы, типа пчел. Или растениях, о которых вообще забывают, потому что, ну, все это не так уж красиво. Тут как в школьном спортзале. Физрук почему-то помогает красоткам, которые его об этом не просят, вместо того, чтобы обратить внимание на тех, кто реально испытывает проблемы. Да, панды-красотки. Панды несовершенны, им до этого как до луны, но в конце концов мы больше сделали, чтобы сохранить их для себя, а не чтобы просто сохранить их. Что ж, пей больше воды, скажи родителям, как ты их любишь, и увидимся в следующем видео. И не забывай заглянуть в мой телеграм-канал, где я периодически выкладываю видео, которых не будет на этом ютуб-канале, а также на мой твич, где я несу бред в микрофон, прохожу различные игры, а также провожу интерактивы со зрителями. И спасибо проекту TheNetStorage, а также Марату Сону, Ру, Лоуренс, Лайкенол, Чаку Тестеру, Косминогу Косминогову, а также всем тем зрителям, которые покупают платную подписку, тем самым поддерживая мой канал материально и получая ранний доступ ко всем видео, доступ в закрытый чат, а также другие бонусы. И еще раз спасибо всем вам за ваши просмотры, лайки, комментарии и репосты. Субтитры создавал DimaTorzok